Глубко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, мой сегодняшний доклад посвящен этиотропной терапии острых респираторных заболеваний. Острые респираторные заболевания — это первая, по данным ВОЗа, причина обращения к врачу любой специальности, как к педиатру, терапевту. Поскольку мне ближе дети, здесь обозначена респираторная инфекция у детей, но я думаю, что та информация, эти наши данные, которые получены в ходе исследований в Институте эпидемиологии центральном, они помогут в практике не только врача-педиатра, но и инфекциониста, и врача общей практики. Итак, о патиотропной терапии. Первое, что хотелось бы сказать, далеко не каждое острое респираторное заболевание требует обязательного назначения этиотропной терапии. И критерием подключения имени этиотропного лечения являются возраст пациента, это, конечно, уязвимые маленькие наши пациенты и люди пожилого возраста, также это тяжесть течения заболевания, и, соответственно, сопутствующая патология. На сегодняшний день мы уже все прекрасно понимаем, что в первые дни заболеваний, конечно, только 5, максимум 10% пациентов требуется антибактериальная терапия. Вы на слайде видите представленный спектр наиболее частых возбудителей. Оранжевым цветом бактериальный их на самом деле не так уж и много в процентном соотношении. Для никого это секрет, что основное, конечно, это вирусная этиология. И для нас важно даже уже понимать не столько бактерии это или вирусы, а какой вирус. Если мы говорим об ОРВИ, то это с точки зрения врача-инфекциониста то заболевание, которое вызвано респираторными вирусами. Респираторные вирусы больше 200 штаммов, и, как правило, они РНК-содержащие. К ДНК-содержащим вирусам будут относиться только аденовирус, будут относиться боковирус, парвовирус, Б19 и герптическая инфекция. Именно эти ДНК-содержащие вирусы более сходны по своему генетическому материалу к клеткам хозяина и склонны к длительной персистенции, скажем так, на пролонгации респираторного заболевания и формированию уже вторичных осложнений. А знать, какой вирус нам важен для подбора терапии, поскольку далеко не каждый противовирусный препарат будет одинаково эффективен против ДНК и РНК-содержащих вирусов. Изучение роли микст-вирусных инфекций, и речь идет именно о респираторных вирусных инфекциях, в нашей стране пилотная работа как раз была в нашем институте проведена в 2007 году, диссертация защищена, кандидатская, по изучению роли микст-инфекций. Тогда было показано, что где-то от 2 до 30% всех респираторных инфекций связаны именно с различной ассоциацией респираторных вирусов. Но вы видите, работы ведутся. И на сегодняшний день, где-то к последней работе 2015-2016 года, до половины инфекций респираторных связаны именно с микст-респираторными вирусами. Сюда я не включаю, например, герпетическую группу, которая с точки зрения инфекциониста относится к несколько другой группе вирусных, и имеют свои особенности. Наши зарубежные коллеги активно ведут исследования на эту тему. И что интересно, важно не просто выявить вируса, понять, играет он роль в этиологии того состояния, которое мы с вами пытаемся вылечить, или все-таки это мы зафиксировали носительство. Вот в Швеции в течение трех зимних сезонов наблюдались дети младше 5 лет, и что важно, здесь была группа здоровых. Было контролируемое исследование, определяли в носоглочном аспирате 15 вирусов различных респираторных. Что обнаружили? Посмотрите, у детей с внебольничной пневмонией были вирусы выявлены в большом количестве, и больше почти 90%, 10% осталось не расшифрованной. Хочу подчеркнуть, что эта внебольничная пневмония была изначально бактериальная, и респираторные вирусы вносили в свой вклад, скажем так, в ее формирование. Но и у абсолютно здоровых клинических детей тоже были выявлены вирусы в половине процентов случаев, причем от них половина – это опять-таки ассоциации. Важно не просто выявить вирусы, а именно сравнить, какой играет роль. Вот в этом исследовании было показано, что риновирус, например, является одним из самых часто встречающих, энтеровирус, парагрипп – это то, что выявляется у здоровых. А вот в формировании пневмонии здесь уже участвуют совсем другие – это респираторно-сенситиальный метапневмовирус, вирус гриппа. По нашим данным, за последние годы мы тоже сравнивали детей с острыми респираторными инфекциями. Здесь было поражение преимущественно в верхних отделах органов респираторного тракта, и была группа клинически здоровых. То же самое мы получили. 50% здоровых вирусов выделяют, и среди них лидирующим в виде 69% – это риновирус. Его вообще в популяции очень много. Также хочу обратить ваше внимание, в конце оранжевый столбик микоплазменной инфекции очень часто выявляется в ротоглотке как носительство, и при этом никаких сирологических маркеров этих пациентов потом не возникает. Поэтому нужно очень аккуратно относиться к расшифровке диагноза. Каким образом мы можем установить этиологию? Важно время забора мазка. Мазок из ротоглотки – первые 48 часов острого заболевания. Тогда только мы можем говорить, что этот выделенный агент является этиологическим фактором. Ну и, конечно, у постели больного нам очень помогает тест-полоски. Это иммунохроматографический метод, экспресс-тест. К сожалению, далеко не на все вирусы он на сегодняшний день разработан. Это вирусы гриппа А и Б типов, это респираторно-сенситиальный вирус. Но вот здесь коротко хотелось бы клинический пример провести. 2,5-летняя девочка, которая с пороком сердца, был дефект межпредсервной перегородки, и, в общем-то, на сегодняшний день уже все хорошо закрылось на вершпироне. Девочка из многодетной семьи, болели старшие дети. В течение двух дней у самой Аделины наблюдались выделения из носа слизисты гнойного характера. На третий день подъем температуры. Родители напуганы, ребенок с врожденным пороком. Обратились к врачу. Был сделан иммунохроматографический метод. Мазок из ротоглотки. Обращаю ваше внимание, январь 2016 года, соответственно, все пестрит эпидемией гриппа. Хотя в клинической картине однократный подъем температуры до 38,5 выделяется иммунохроматографическим вирусом гриппа типа А. Назначается ацетомивир, который в тот момент найти в Москве не удалось. Ребенок получает другим препаратом противовирусным. По стандартам терапии больше температура не поднимается. Остается очень большой вопрос, а был ли грипп на местной терапии. Все ушло. Но наши зарубежные коллеги, здесь работают уже последних лет, это англичане, показали, что очень часто вирус гриппа ассоциируется, например, с риновирусной инфекцией. И даже в эпидемический сезон. И тогда заболевание скорее приобретает черты риновирусной инфекции, нежели гриппа. То есть не всегда это идет в сторону утяжеления состояния, а иногда даже в такое изменение клинической картины. Поэтому в любом случае мы должны оставаться клиницистами и, возможно, при наличии определенных клинических проявлений отдавать предпочтение препаратам более широкого действия. Ну а наше исследование российское по определению роли вируса во формировании вне больничной пневмонии у детей показало, что у 30% детей с пневмококовой пневмонии встречаются активные формы герпесвирусных инфекций. Причем большая из них часть – это реактивация хронической герпесвирусной инфекции. И такая пневмония течет атипично. То есть здесь эта пневмония пневмококовая, не микоплазменной этиологией была подтвержденной. У таких детей она характеризовалась субфибрилитетом, нехарактерным для этого возраста, более обширным поражением легких и проявлением дыхательной недостаточности. Мы посмотрели историю болезни детей 416 детей, поступивших в первую клиническую инфекционную больницу, у которых полностью была расшифрована этиология респираторной инфекции. Ведущим клиническим симптомом у этих детей был тонзилофаренгит. Обследовали их рутинно, стандартно по протоколам. Также были проведены обследованы 15 видов респираторных вирусов, микоплазменную, хламидийную инфекцию и герпесвирусов, исключая только шестой тип, тогда не смотрели. Что получили? Что у детей с направляющим диагнозом, повторяю, тонзилофаренгит, 20% это были монореспираторные вирусные инфекции, 30% моногерпесвирусы. Часть из них, конечно, это было инфекционным мононуклеозом, потом оказалось. То есть где-то половина это различные сочетания. Обращаю ваше внимание, действительно, часть этих детей оказалась инфекционным мононуклеозом, и половина этого мононуклеоза различные сочетания респираторных и герпесвирусов. Но обращаю ваше внимание, что и лакунарная ангина почти что в 90% случаев сочеталась с различными вирусными инфекциями. Мы обследовали здоровых и больных детей на выделение герпесвирусов. Это такая достаточно модная тема, если возможно так сказать. У нас нет здоровых, есть плохо обследованные, какой-нибудь маркер обязательно выделяется. Дети основной группы, которые были с заболеванием, они, вы видите, имели тот спектр патологий, который представлен на слайде. То есть это был и тонзилофаренгит, и ангина, и бронхит попадался. И мононуклеоз здесь тоже был. Ставили комплексную диагностику, использовали герпесвирусных инфекций, антитела, брали антигены вирусов. Выявляли активные и неактивные формы. И вот что получили, что и у здоровых, и у больных фактически 90% какой-нибудь маркер выявляется. И на сегодняшний день распространенный шестой тип. Второй по частоте встречались вирусы Пштейн-Бар. А вот когда посмотрели активность, то оказалось, что у половины детей с респираторными заболеваниями активность герпесвирусных инфекций есть. И только у 6% клинически здоровых. То есть важно не выявить маркер, а именно комплексное обследование для постановки диагноза. Ну и то же самое сочетание между собой герпесвирусных инфекций. Если мы смотрим маркеры, то сочетания преобладают как у здоровых, так и у больных. А если смотрим активные формы, то все-таки именно в каждом конкретном остром случае играет чаще роль какой-то конкретный герпесвирус. Но сочетания тоже встречаются. У здоровых, видите, сочетаний активных форм не было. То есть если мы говорим об этиутрупной терапии, то на сегодняшний день в эпидпроцессе характерна высокая частота микс инфекций респираторно-респираторных вирусов. То есть сочетание даже, как вы видели, плералкунарной ангины, бактериальной флоры с респираторными вирусами. Колоссальное количество активных форм герпесвирусных инфекций. То есть терапия должна быть универсальной, если действительно мы с вами как клиницисты определились, что она необходима. Что же нам рекомендовано в протоколах на сайте Росздрава? Здесь в основном это препараты химиопрепараты. Если мы посмотрим, то это препараты, которые в основном противогриппозные. Либо это ингибиторы гемаглютинина, либо ингибиторы нейроминидазы. Вот имидазолил пентадиоевой кислоты, препарат ингавирин. Он сейчас активно рекомендован и в терапии гриппа. У нас и респираторных инфекций, к сожалению, различных, имеет широкий спектр действий. Однако на герпесвирусной инфекции не проводилось изучение его действия. Инозинпранобекс тоже имеет широкий спектр действий. Все остальные фактически препараты узкие. Более широкий спектр, конечно, имеют препараты, действующие на систему интерферонов. Если мы говорим с вами о герпесвирусной инфекции, а нам именно важно сочетание, чтобы препарат был рекомендован и для ОРВИ, и для герпесвирусной инфекции, или мы говорим о микстах, то тут, конечно, терапия противовирусная показана. И для герпесвирусной инфекции важно воздействие в различную стадию, как в острую, так и для уменьшения персистенции. В детской практике широко применяются интерфероны, и когда педиатр с этим сталкивается, то большой вопрос всегда возникает о дозах, потому что для одного и того же возраста рекомендована доза от 125 тысяч до 500. Эту проблему усвоения интерферонов, конечно, определенным образом решают интерфероны-индукторы. В детской практике это три основных игрока – циклоферон, амиксин и кагоцелл. Препараты широкого спектра действия для герпесвирусных инфекций рекомендованы только циклоферон и амиксин. Но если мы с вами посмотрим, и всегда для интерферона-индукторов очень важно, какой конкретно интерферон все-таки индуцирует тот или иной препарат. Наиболее активным противовирусным интерфероном является альфа-интерферон, который необходим в самом начале заболевания. В исследованиях, проведенных инвитро, было показано, что именно циклоферон имеет максимальную противовирусную активность с индукцией альфа-интерферона. Остальные индукторы – это все-таки более иммуномодулирующие препараты и с менее выраженным противовирусным действием, поскольку являются индукторами гамма-интерферона. Мы в своей практике используем следующую схему. Когда ребенок поступает с ростом респираторной инфекции, требующей стационарно назначение терапии противовирусной, то пока мы не разобрались, пока мы только расшифровываем, мы взяли анализы на этиологическую расшифровку, мы назначаем, если ребенок старше 4 лет, это циклоферон, у нас есть клиническое подозрение на герпесвирусный микс. Если ребенок младше, то это рекомбинантный интерферон, и мы пользуемся минимальными дозами, поскольку доказана их эффективность эквивалентная. Вот таких детей мы набрали, назначили терапию. Через 5 дней было уже понятно, есть ли герпесвирусная инфекция или нет. У тех детей, у кого герпесвирусная инфекция была, мы продолжили курсы. Через 10 дней уже ни у одного ребенка в крови вирусы не выделялись, однако выделяются в слюне. В связи с этим курсы были продолжены, и через месяц было проведено контрольное обследование. Хотелось бы сказать, что серые столбики – это контрольная группа, в которой дети не получали противовирусной терапии. Вы видите, что через месяц более половины детей, не получавших противовирусной терапии, имеют выделение вирусов как в слюне, так и обнаружение антигенов в крови. Соответственно, те дети, которые получали препараты циклоферон и наши комбинанты интерферон, имели гораздо статистически достоверно меньшее выделение вирусов. И в заключение мне бы хотелось сказать, что под даже банальным диагнозом ОРВИ иногда скрываются совершенно различные возбудители. И, конечно, подбор терапии должен быть крайне индивидуален в каждом конкретном случае. Учитывая такую высокую долю микс-инфекций, стоит уделять внимание этим препаратам противовирусным, которые имеют все-таки широкий спектр при отсутствии своевременной этиологической диагностики. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует...